Зачем обвешивают орденами Адама Кадырова все-таки, к чему готовит его или Чечню или себя Кадыров-старший? Вы знаете, у меня такое ощущение, что, конечно, после украинофобии, во время украинофобии в России мы уже видели антисемитские погромы. Никогда нельзя выпускать из ящика «Пандоры» только один ужас, они влетают все сразу. И, конечно, к антисемитским настроениям и украинофобии сейчас очень быстро присоединятся антикавказские настроения, безусловно. И надо сказать, что в России всегда была чеченофобия, а сейчас она, конечно, зреет подспудно очень сильно. Я никак не хочу обвинять в этом чеченский народ, безусловно, но это Кадыров. Чеченофобия, она зреет из-за него. И знаете, поскольку с чего начал Адам Кадыров? Он избил этого несчастного, не могущего сопротивляться, полностью находящегося в его власти, Никиту Журавеля, который сжег Коран. Это плохой поступок, мы никак не можем его поддерживать. Но если бы он избил, и на этом бы все закончилось, и, может быть, даже Кадыров-старший бы извинился за младшего отморозка, как бы все это и забыли. Но эта история нарастает, 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 нарастает вместе с невольным сочувствием к Никиту Журавелю. Конечно, мы сочувствуем Никиту Журавелю, потому что он не мог дать никакого отпора, он находится в зависимости от состояния, и нам его жалко, мы сострадаем. И очень трудно построить стеночку и провести грань между нашим состраданием к Никите Журавелю, к его поступку. И получается уже так, что мы, сострадая Никите, уже начинаем оправдывать как-то невольно. Я просто заставляю себя строить эту стенку, а многие не могут ее построить. Стемку между поступком и человеком, который совершил этот поступок. Если тебе нравится человек, который совершил поступок, который признан нехорошим, а ты думаешь, он такой хороший человек, наверное, не может ошибаться. Понимаете, в чем дело? Нет, ни в коем случае нельзя жечь Коран, вообще нельзя жечь книги. Нельзя наступать на чувства искренне верующих людей, безусловно, конечно. Но это делает Кадыров, это не делает Никита Журавель, это делает Адам Кадыров, это делает Рамзан Кадыров, вся эта вот свора, да, она провоцирует эти кавказские настроения, она провоцирует эти чеченские настроения, и она провоцирует вот это вот, да, сочувствие к сжиганию Корана. И при всем при том, что еще на глазах мы с вами видим, конечно, такой вот, наверное, худший, худший способ педофилии. Да, когда 15-летнему мальчику, которому, в общем, еще в танчики играть, и которому еще много чего предстоит, и переживание пубертата, и мятежная юность и так далее, и какой-то студенчество, ничего этого не будет, ничего, ничего не будет, детства не будет, вот конца детства не будет, не будет этого мучительного периода до 100 дней после детства, ничего этого не будет, ребенка развращают на глазах, в общем, у телезрителей всего мусульманского мира. Все, этот ребенок проживет несчастную и короткую жизнь, потому что он, конечно, будет жить ровно столько, сколько будет жить в клан Кадыровых, а клан Кадыровых будет жить вместе только с Путиным, только ППЖ, пока Путин жив. А разница в возрасте между Дамой Кадыровым и Путиным довольно велика. И, конечно, он увидит смерть Путина, и очень быстро она придет к нему после этого. Потому что все-таки мы имеем дело не с протестантской этикой, не с моральным кодексом строительства и унизма, да, мы все-таки имеем дело с Чеченой, где, собственно, Кадыров сам научил всех, что нет никакого права, нет никакого закона, есть Адаты и есть Кровная месть. Кстати говоря, о Кровной мести. Я знаю один случай отсутствия какого-либо мести в Чечне, и это довольно странно. Знаете, когда служба безопасности совершенно ничего не делает и до сих пор ничего не знает, и мы не знаем с вами имя убийцы основоположника династии, да, Ахмата Кадырова, а кто был у его службы безопасности? Ах, Рамзан Кадыров, а что он не ищет убийца? Прошло 20 лет, что-то как-то мы не знаем с вами имя заказчиков этого кровавого преступления, и что-то служба безопасности до сих пор нам ничего не сказала. А тебе, значит, Адам у папы, служба безопасности. Как интересно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!